Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня я бы хотел обсудить одну очень малоизвестную профессию в Крэмпо Мобайл Блэк Раша, на которой можно поднимать очень большие деньги. Да, и я бы не назвал её обычной типичной профессией, наверное, это что-то более, потому что я бы не уделял обычной работе целое видео. В общем, сегодня мы поговорим про такую профессию в Крэмпо Мобайл Блэк Раша, как рупье в казино. Я уверен, про эту профессию, может быть, слышал абсолютно каждый, но никто не представляет, что это за профессия, как надо попасть и сколько на этой профессии ты будешь зарабатывать. Сегодня для вас специально я разоснал все мельчайшие подробности данной работы и готов раскрыть вам абсолютно любые секреты, связанные с профессией под названием «Крупье». И сразу скажу, это не такая работа для новичков, это, скорее всего, уже для бывалых и опытных игроков в Крэмпо Мобайл Блэк Раша. Просто так вы туда не попадёте, и даже правительство не в силах вам помочь устроиться на работу к рупье. Но обо всём этом по порядку в сегодняшнем ролике. Ну а перед тем, как мы начнём, если вы впервые на моём канале, и если вы так же, как и я, играете в Крэмпо Мобайл Блэк Раша, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте, возможно, самый лучший контент по нашему Крэмпе во всём СНГ. Также ни в коем случае не забывайте, что теперь я читаю комментарии трёх пользователей, которые оставили их первыми под последним видео. Мои поздравления пользователям под ником «Котяра», «Золотая верёвочка» и «Венчик». Огромное вам, ребят, спасибо, что смотрите мои видео первыми. Ну а если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в это лучшее Крэмпо во всём СНГ, то, ребят, я вас вообще не понимаю. Сейчас, да, именно сейчас пришёл тот самый момент, когда вам стоит скачать Крэмпо Мобайл Блэк Раша по первой ссылке в описании в два клика на любое Android-устройство совершенно бесплатно. Не всё же время играть только в один Fortnite, надо иметь какое-то игровое разнообразие. А Крэмпо Мобайл Блэк Раша – идеальный способ просто расслабиться от напряжённой игры и посмеяться со своими друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в Крэмпо Мобайл Блэк Раша вместе со мной, обязательно добавляйся в нашу беседу группы канала ВК, ссылку ты на неё найдёшь в описании. Ну или добавляйся на наш Дискорд-канал, ссылку на него ты тоже найдёшь в описании к этому ролику, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Может быть, даже подкину немного денег, часто люблю радовать своих подписчиков. Играю я, кстати, на лайм-сервере, сейчас я играю на фиолетовом по причине того, что лайм был полностью забит. Надеюсь, вы меня поняли, теперь осталось поставить лайк авансом, если вы по каким-то причинам его до сих пор не поставили. Ведь я вас уверяю, это видео получилось очень интересным. Ну а теперь предлагаю приступить к сегодняшней теме. Ну и первое, с чего я думаю следует начать, так это с того, чтобы понять вообще, что такое работа крупье. Надеюсь, в данном вопросе ни у кого нет никаких сомнений, ведь работа крупье заключается в том, чтобы проводить игры в казино. Да, и это только с первого взгляда кажется, что работа достаточно простая. Если брать во внимание конкретно работу крупье в нашем КРМП, то, знаете, здесь всё не так однозначно. Твоя обязанность это приходить в казино и проводить игровые сеансы. Причём сеансы в разных играх, таких как Блэк Джек или Покер. Ну я думаю, ясен пень, что в первую очередь тебе надо, работая крупье, и разбираться, как проходят данные игры. Потому что лично я, что в Покер, что в Блэк Джек, даже представления, как играть не имею. И каждый крупье обязан знать данные игры, даже в нашем КРМП мобайл проекте, до самых мелочей. Вы должны следить, чтобы игроки делали нужные ставки, и всё происходило без всяких внешних вмешательств. Я имею ввиду читерство. Ну а также вы должны выплачивать выигрыши игрокам, и, соответственно, забирать у них деньги, если они хотят поставить ставку. Опять же, в нашем КРМП делается это всё не просто так. Вам надо знать кучу всяких команд, ну и постоянно их прописывать, чтобы выполнять какие-либо действия. При этом вы должны знать, что типичная катка, допустим, в тот же Покер, длится очень долго. Все азартные игры длятся, ну, минимум полчаса. Если, конечно же, брать в пример наш КРМП мобайл проект BlackRush, а потому что в реальной жизни это может быть доходить даже и до 24 часов. Ладно, думаю, с этим разобрались, давайте-ка поговорим, как вы вообще можете устроиться на работу крупье. Вообще, крупье может стать игрок даже с первым уровнем. Да, как таковых обязанностей в профессии крупье не существует, им может стать абсолютно кто угодно. Проблема заключается лишь в том, что никого угодно могут взять на эту должность. Ведь, насколько мы знаем, казино должно принадлежать какой-нибудь семье на сервере. Ну и крупье, которые будут работать в этом казино, должны быть именно из этой семьи, которая владеет данным казино. Только человек этой семьи может работать крупье. Ну а назначается этот человек, естественно, руководителем этой семьи. Так что, опять же, вам напомню, эта работа практически никому не доступна, только приближенным главаря какой-нибудь семьи на любом сервере. Так что, если вы или ваш друг имеет свою семью, то смело покупайте казино и устраивайте туда на работу, кого захотите. Главное, знать все команды, которые вы должны прописывать и в какие моменты. Ну а теперь осталось только поговорить по поводу заработной платы работы крупье. Оу, ну честно говоря, как таковой заработной платы у крупье не существует. Точнее она есть, а именно 200 тысяч рублей в час, но это минимум, который обеспечен вам 100%. Ваш заработок также будет зависеть от того, сколько человек посетило казино и сколько человек начали играть в любые игры в вашем казино. Грубо говоря, сколько игроков вы обслужили и на какие суммы они ставили ставки. В каких-то моментах заработная плата может даже доходить до 1 миллиона рублей за 1 час. Опять же, это очень сильно должно повезти. В среднем вы забираете от 35 до 20% от ставки человека, который хочет поиграть. Иногда больше, иногда меньше данные параметры указываются самой семьей. Ну, надеюсь, вы теперь поняли все, что связано с работой крупье и вопросов по поводу этой профессии у вас не осталось. Пишите в комментариях, хотели бы именно вы работать крупье или может уже кто-то из зрителей работает на данной профессии, не знаю. Если это так, то обязательно напишите еще в комментариях, все ли я верно сказал, может чего-то лишнего наговорил или наоборот что-то недосказал, не знаю. В любом случае, огромное спасибо вам за просмотр данного видео и не забудьте поставить лайк, я старался. Ну, а по традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго.